Сегодня на тесте автолигии Subaru V-RX STI Новое поколение Impreza кардинально изменилось внешне. Во-первых, кузов. Хэтчбэк, а не седан, как мы привыкли. Во-вторых, японцы полностью изменили дизайн. Достаточно и беглого взгляда, чтобы углядеть сходство с Mazda 3. А ведь Impreza V-RX STI в прежнем кузове обладала своей харизмой, которой, увы, нет у новой модели. В угоду безопасности конструкторы Subaru Impreza поступились и фамильными чертами. Знаменитые безрамочные двери канули в лету. Но первоопределяющим фактором в классе таких машин стоит далеко не внешность, хотя Impreza в этом облике однозначно похорошела. Посмотрите сами. Хищный бампер и ярко выраженные колесные арки. Ноздря воздухозаборника для интеркулера в капоте. Спойлер на задней двери и задний бампер с диффузором и двумя сдвоенными глушителями. Машина всем своим видом говорит, что готова показать нам драйв. И сомневаться в этом не приходится. Subaru Impreza Varex STI поставляется на российский рынок в кузове хэтчбэк в трех комплектациях. Вернее, комплектация одна, но к ней добавляются опции. Такие, как кованые диски 18-го радиуса золотистого или серебристого цвета, передние сидения Recaro, система интеллектуального доступа без ключа и система запуска двигателя при помощи кнопки. Тестируемый автомобиль имеет все перечисленное. Под капотом расположен 2,5-литровый турбомотор мощностью 300 л.с. На низах его тяга стала намного увереннее. А все благодаря специальной системе активного управления клапанами, которая обеспечивает повышение крутящего момента на малых и средних оборотах, а также увеличивает мощность и топливную экономичность на верхах. Мало того, на WRX STI установлена система C-Drive. Она позволяет водителю изменять характеристики работы двигателя под определенные условия движения. Еще водитель может с помощью системы мультирежимного межосевого дифференциала регулировать управляемость и устойчивость автомобиля. Можно выбрать три варианта работы двигателя и трансмиссии. Intelligent, подразумевающий экономичную, размеренную, интеллигентную езду. Sport, позволяющий передвигаться в активном режиме. И Sport Sharp, использование которого предполагает максимальную отдачу от машины. Коробка передач только механическая, шестиступенчатая. Симметричный полный привод практически не изменился. Передняя и задняя ось снабжены самоблокирующимися дифференциалами. А межосеводифференциал блокируется электронно-управляемой муфтой. Возле шкалы C-Drive расположился блок управления блокировкой этого самого центрального дифференциала. Звук мотора на холостых оборотах доносится очень приглушенно. Тем не менее, спокойный басовитый рокот ненавязчиво напоминает о том, что под капотом именно фирменный оппозитник. Разгон происходит достаточно мощно и резко. Сотни автомобилей разменивает за 5,2 секунды. Турбина подхватывает автомобиль где-то с 2000 оборотов в минуту. Особенно же ее работа ощущается, начиная с 4000. Динамика и управляемость потрясающие. Кстати, Subaru Impreza WRX STI впервые получила систему динамического контроля. На предыдущих заряженных Impreza водитель в сложных ситуациях полагался только на свое мастерство. Теперь ему помогает электроника. А чтобы не лишать удовольствия любителей пожечь покрышки, устройство сделали отключаемым. Заглянем в салон. Трехспицевое рулевое колесо, перфорированные накладки на педалях, красные шкалы приборов, символы STI на руле, на трансмиссионном тоннеле, на спинках кресел Recaro. Все здесь намекает на истинное предназначение автомобиля. Но в то же время 6 подушек безопасности, климат-контроль, система бесконтактного доступа и круиз-контроль негласно предлагают проводить здесь с удовольствием и гражданские будни. Impreza VRX STI был и остается спортивным автомобилем. Он сгодится и как спортивный снаряд, и как машина на каждый день. Полный привод Subaru по-прежнему лучше в классе. А возможности отлично сбалансированного двигателя всегда готовы бросить вызов даже самому подготовленному водителю. Продолжение следует... Продолжение следует...